Многие поэты и писатели в своих произведениях используют эпитеты. В данной статье, которая может помочь при подготовке к уроку литературного чтения в четвертом классе, рассмотрим, что такое эпитеты, с какой целью они используются в произведениях. Эпитет – образное, красочное, выразительное определение, в основе которого лежит скрытое сравнение. Эпитет – это троп. Эпитет – это слово, которое способно нарисовать в воображении читателя определенный образ, обращающий внимание на отличительные черты явления. Как правило, эпитетом служат имена прилагательные. Эпитеты используются в переносном значении, тем самым отличаясь от простого определения слова. Образность и выразительность – основные характеристики эпитета. В художественных произведениях поэты и писатели пользуются эпитетами для того, чтобы акцентировать внимание на каком-либо явлении, сделать высказывание более выразительным и эмоциональным. С помощью эпитетов авторы произведений также выражают свое отношение к изображаемому явлению. В произведениях можно встретить огромное количество эпитетов. Нежная роза, волшебная зима, золотистое яблоко, хрустальный день, красная девица, свежая прелесть, печальный ветер и другие. Эпитет – это троп. Образное, красочное, выразительное определение, в основе которого лежит скрытое сравнение. С помощью эпитетов, которые используются в переносном значении, писатели и поэты рисуют в воображении читателей определенный образ, способный передать отличительные черты явления.